если мы захотим построить какую-либо новую живую клетку клетку организма то нам нужно сначала записать весь процесс этого строительства в определенной математической форме а потом ее вот эту форму загрузить в аппарат который формирует этот процесс техническим образом и тогда мы получим ту самую живую клетку внутри нас в человеке в растениях в животных все это идет на том скажем так автоматическом уровне который в нас заложила наша природа я не буду говорить бог потому что никакого бога не существует а именно природа можете считать богом ее землю которая формирует нас внутри себя точно так же как мы формируем свои органы внутри себя параллель можно представить следующую все вы видели схемы которые нарисованы для того чтобы создать например телевизор или какой-нибудь радиоприемник все вы видели вот эти огромные схемы с различным количеством всевозможных деталек различных элементов еще чего-то вот это вот эта схема это и есть формула подобное организмической потому что когда специалист смотрит на эту электротехническую формулу он понимает что перед его глазами создается вот таким образом вот из этого алгоритма что он перед собой видит а схема это алгоритм он видит что он имеет перед собой ну например схему усилителя и если он будет ей следовать то он получит на выходе усилитель вот что такое математика настоящая природная который выдает в себе или через себя или собой все вот эти живые организмы включая тот же усилитель таким же образом работает и формула в химии когда закладывается туда в машину в какой-то аппарат определенные химические реагенты и существует описание продвижения этих химических реакций с учетом их средних каких-то положений катализаторов и тому подобных в результате чего получается нужный химический элемент или химическое соединение на выходе все вы когда проходили обучение в школе видели эти химические формулы вот это тоже такая математика своеобразная и все управленческие структуры которые там записаны были в этих формулах где-то около обозначение настоящих химических элементов это и есть управляющие структуры которые показывают в каком направлении как именно с присутствием чего-либо или без присутствия чего-либо идут эти реакции для того чтобы потом стать нужным нам химическим элементом организмика это обобщение всех вот этих наработок и такая наука которая еще раз повторюсь позволяет сделать по ранее рассчитанной какой-то формуле сделать заранее запрограммированными свойствами такой-то элемент клетку или какой-то организм главное чем организм и как отличается от всех предыдущих наук нынешних которые у нас сегодня существуют тем что в итоге нее всегда получается живой организм всегда все материальные науки они ведут нас к материальному какому-то воплощению например автомобиль получание получение энергии электрической или какое-то другое или может быть антенна приемник усилитель велосипед это все неживые вещи а организмика она позволяет в итоге получить всегда живой элемент всегда живой элемент но она со своей стороны и требует чтобы также с понятием живого относились к тем элементам которые включаются в состав того или иного организма я не буду тонкости организмки объяснять потому что это сложные вещи их надо вдумчиво и внимательно смотреть по учебнику по книге я вам скажу только как она появилась потому что это на мой взгляд очень интересно когда я разговаривал с одним тренером заслуженным тренером россии по самбо о спортивных каких-то вещах вдруг в этот момент меня осенила та вся идея полная которая связана с организмом вдруг в эту секунду я не знаю как это произошло для меня это до сих пор какая-то невозможность познанию но за доли секунды я сразу прям так и сказал товарищу тренеру о том что вот с этого момента я знаю полностью организм как новую фундаментальную науку и когда я начал публиковать ее в интернете то с удивлением для себя обнаружил что я пишу о таких вещах которые никогда не знал вообще никогда не знал и большинство вещей о которых я писал я их не мог даже понять своим тем разумом который был у меня на тот момент уже как бы установлен нашим советским российским образованием и самое интересное что половина тех вещей которые тогда были написаны я не знаю и сегодня помимо этого сам текст был сформирован таким образом как будто это была энциклопедия энциклопедическая подача текста то есть такое ощущение что автор который писал то есть я писал это уже в энциклопедию которая являлась фундаментом или вернее выжимкой из того количества работ которые как бы было уже на эту тему огромные якобы где-то опубликовано но работ на самом деле почти не было потом самое интересное что я публиковал статьи свои в интернете они до сих пор еще сохранились в архивах я их публиковал отдельными такими дозами небольшими было там по пол странички по странице а было и огромными такими материалами и самое интересное что когда я их собрал в единую книгу то все эти материалы срослись своими началами и концами в единый большой текст книги я их даже не подгонял для меня это было настолько удивительно что я просто тогда помню обалдел и даже в одной из своих статей того времени я написал что было бы историком интересно каким образом так получается книги когда ты пишешь в разнобой а потом при выпуске книги эти материалы срастаются своими началами концами ну и наконец когда я понял для себя что я открыл новую фундаментальную науку то есть это буквально сразу в эту же секунду когда она мне была транслирована каким-то ну скажем так космическим разумом я не знаю честно говоря чем или кем я набрал в яндексе тогда яндекс уже существовал в поисковике это слово организмика и удивился потому что там была только одна фраза организмика новая фундаментальная наука которая скоро будет создана я даже не поверил я позвал это было на работе на фирме я позвал наших сотрудников говорю посмотрите что случилось они говорят надо же удивительно и вот тогда в статье этого ученого ученый был из украины там было сказано что в 1970 году в японии состоялась большая футурологическая конференция международная там футурологи собрались из многих многих стран и целью этой конференции было как раз то чтобы попробовать обнаружить тот самый вектор движения развития науки земли на ближайшее будущее но тогда это был 1970 год и под ближайшим будущем понимались наши сегодняшние времена так вот там делал свой доклад президент японской фармацевтической компании он рон вы ее знаете она выпускает бытовую и промышленную медицинскую технику различные заборники крови анализаторы и тому подобные градусники это огромная большая такая международная корпорация и вот ее основоположник этой корпорации и бессменный на то время президент он выступил с таким докладом когда и обосновал то что их ученые определили что после материализма который на то время был правящей наукой в земном человечестве появится новый сдвиг и он будет называться организмика вот что было тогда сказано конечно было уже описано что организмика это будет пост информационное общество то есть это и будет еще и переформировка всего общества которое мы сегодня и тогда в том числе знали то есть сначала нужно было на материальном обществе создать информационное общество то есть все информационные технологии а потом уже на информационном обществе должна была возникнуть организмика как следующая мега наука и вот эта организмика она уже будет с 2024 года правящей наукой на нашей с вами земле для тех кто спешит обвинить меня в сращивание с цифровизацией я еще раз повторю что нет цифровой цифровой вот этот вот ряд та прослойка общества она была до организм и и цифровая прослойка необходима для того как и материальная чтобы мы поняли что наше с вами бытие в котором мы обитаем из которого мы состоим создано из трех частей но минимум из трех частей это первое душа душа то есть душа это некий такой алгоритм который делает из каких-то количеств различных всяких вариантов веществ мусора там я не знаю полезных каких-то субстанций то что мы называем например человеком как например когда мы подсыпаем навоз под яблоню мы получаем наливные яблочки то есть примерно вот такой материальное это то что наполняет эти яблочки тем чтобы они были материальными осезаемыми а информационная пласт это то что делает яблоко яблоком если заменить в информационном пласте какой-то параметр то мы возможно получим вместо яблока ну например грушу это легко понимается на примере хромосом если одну хромосому какую-то или часть генов хромосоме заменить частью генов примата то мы возможно превратимся в обезьян то есть днк нами так и понимаются как информационные управляющие элементы которые влияют на материальное строительство ну а духовность она тоже влияет потому что знаете как пример если брать каких-нибудь виолончелисток то у них лицо одухотворено именно теми гармониями которые они слышат а если брать каких-либо преступников то их лицо обезображено теми дисгармониями которые они сами творят и сами наблюдают это как пример вот этой самой влиятельности души так что с 2024 мы переходим в состояние начальной организме что это для нас говорит это сейчас я не прогноз просто констатация того что может быть я не знаю может быть будет как-то другими путями витиеватыми потому что есть и сопротивление я помню что тогда против меня восстали очень большое количество людей с нетрадиционной ориентации почему-то они первыми отозвались и их голос был по какой-то причине тогда услышим единственные в общем-то они были из против нормальные люди не высказывались еще был один против голос это человек у которого молодой человек у которого его учителя непосредственно посадили на 20 лет за антироссийскую деятельность вот этот вот ученичок он прям вот начал на меня почему-то нападать хотя ему было 20 лет он ничего не понимал не здесь не там но вот такая как-нибудь расскажу об этих нападавших их почему-то википедии очень сильно любит и считает их критиками организмки для меня это вообще удивительно поэтому я как-нибудь расскажу а сама организмика она в общем-то происходит и проистекает более-менее нормально меня поддерживали тогда самые выдающиеся умы и того времени и современности они позволили мне сделать очень много публикации и на разные совершенно темы и умы эти и были и есть и остаются из самых разных наших сторон науки